Знакомство с разработками IT-компании региона. Президент страны Владимир Путин посетит Пермский вертелеком и проведет там совещание. Опубликован рейтинг российских регионов по эффективности налоговой политики при Каме в числе отстающих территорий. Около десятка проектов Пермского классического университета отмечено фондом Ботанина. ВУЗ вошел в топ-15 российских университетов. На РБК новости при Каме я Станислав Загайнов. Здравствуйте. Сегодня президент России Владимир Путин с рабочей поездкой в Перми. Глава государства отправился в краевую столицу сразу после работы на Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке 6-7 сентября. Еще накануне сообщалось, что президент намерен встретиться с временно исполняющим обязанности губернатора края Максимом Решетниковым. Пока планы не меняются. Ожидается, что встреча состоится после круглого стола. Владимир Путин ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края на площадке компании RT-ком Холдинг. На выставке пермских IT-достижений свои разработки представят 18 компаний. В их числе Промобот, RCML, лаборатория мультимедийных решений, СВАН, навигатор, новое машиностроение, инверсия сенсор и другие. Также крупные игроки рынка, ПНППК и Инкап. Представители этих компаний также станут участниками круглого стола с участием Владимира Путина. Стенды компании вместе с главой региона Максимом Решетниковым уже осмотрел министр экономического развития России Максим Орешкин. Сегодня в Перми введены усиленные меры безопасности. Предположительно, центр города останется неперекрытым, но движение ограничат наши секс-космонавтов. В продолжении темы РТелекома стало известно, что пермское предприятие купит еще несколько компаний. По информации агентства Интерфакс, Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство пермского холдинга о приобретении трех томских операторов. Речь идет о покупке томской телекоммуникационной компании, Тамтел и городских интернет-сетей. В самом холдинге сделки пока не комментируют. По оценкам экспертов РБК, наиболее дорогим из перечисленных активов является Тамтел. Его стоимость оценивается в пределах от 800 миллионов до 1 миллиарда рублей. Покупки увеличат долю присутствия РТелеком на рынке Томска с 6 до 25%. Но ранее президент РТелекома Андрей Кузяев отмечал РБК, что компания намерена удвоить бизнес в течение пяти лет. Всего на поглощение других игроков рынка РТелеком намерен в этом году направить не менее 8 миллиардов рублей из 15 запланированных на развитие компании. РТелеком второй по количеству абонентов оператор широкополосного доступа интернет в России. Абонентская база компании насчитывает порядка 6 миллионов активных абонентов. География присутствия 556 населенных пунктов по всей стране. По итогам прошлого года Пермский край вошел в число отстающих регионов по эффективности налоговой политики. Данные приводит консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers. Согласно опубликованным данным, Пермский край входит в число регионов с показателем менее 60 баллов. В 2015 году показатель был еще ниже, на уровне 17 баллов. Тогда он занимал последнее место в списке. Лидерами последнего рейтинга уже второй год подряд остаются Москва, Хантамансийский автономный округ и Московская область. Самую слабую налоговую политику власти проводят в Северной Осетии и Мурманской области. В этих регионах не воспользовались большинством налоговых полномочий, а налоговые льготы предоставляются за счет наращивания госдолга или федеральных дотаций. Рейтинг был составлен на основе данных о шести видах налогов, поступления от которых направляются в региональный бюджет. Эксперты также оценивали, насколько активно власти субъектов используют свои полномочия в этой сфере. Пермский классический университет поднялся на 22 позиции, занял 15 место в рейтинге высших учебных заведений по версии благотворительного фонда Владимира Потанина. Причем другой пермский вуз, Политех, напротив, потерял 16 позиций в рейтинге и опустился на 66 место. С восьмой на вторую позицию переместилась высшая школа экономики, филиал которой есть в Перми. Лидером рейтинга из 75 учебных заведений стал Томский государственный университет. С 2016 года этот вуз поднялся на 13 позиций. Наивысшую динамику с прошлого года показатели Иркутский государственный университет плюс 49 позиций и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники вверх на 42 строчки. Отметим, что основным критерием распределения мест в рейтинге по версии Владимира Потанина является успешность поданных заявок на участие в грантовых программах фонда. Такие как стипендиальный конкурс для студентов магистратуры, грантовый конкурс для преподавателей, конкурс социально значимых проектов и школ фонда. За 2016-2017 годы благотворительным фондом Потанина было отмечено около десятка образовательных проектов сотрудников Пермского госуниверситета. Так, например, Андрей Ощепков, заместитель декана по науке экономического факультета, получил грант в размере 500 тысяч рублей на разработку магистрской программы управления серийным предпринимательством в высокорисковых сферах. Добавим, что в рейтинге за текущий год Пермский классический университет опередил МГУ, МГИМО, РУДН, Казанский федеральный университет и ряд других престижных вузов страны. Эти и другие новости на нашем сайте. Оставайтесь на РБК и до встречи уже через час. РБК